Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире Арча Медиа, и я ее ведущий Амирбек Сатай. Я хочу представить нашего гостя, это Азамат Акинеев, экономист, эксперт инвестиционного совета при Кабинете Министров Королевской Республики. Азамат, здравствуйте, вы меня слышите, видите? Да, здравствуйте, все хорошо, видно, слышно. Добрый вечер. Азамат, вот буквально в пятницу мы делали такой же прямой эфир с Азаматом Аттокуровым и обсуждали тему национализации компании АЮ. И вот сегодня стало известно, что задержан генеральный директор компании «Форестер» Александр Терепов. фирма опечатана, компьютеры изъяты, сотрудников допрашивают. На ваш взгляд, эта тенденция, которая наблюдается в последнее время, насколько она опасна? Ну, здесь все-таки это два разных случая. Я надеюсь, что в случае с «Форестером» пока речь о конфискации компании не идет. Но в целом, я думаю, что очень хорошо заметили все, что в последнее время достаточно много компаний в Кыргызстане, известных на нашем местном уровне, я бы даже сказал, лидирующих в Союзе, и столкнулись с проблемами, именно связанными с правоохранительными органами. То есть вот если вспомнить, это и «Умюдж» компания, до этого «Гергерт», «Спекулянт», получается, вот «АЮ» недавно. И вот сейчас вот мы узнали вчера, что проблемы у компании «Форестер». Для Кыргызстана это, конечно, все в наших масштабах, это можно сказать, что бизнес, который занимает лидирующие позиции, естественно, что очень большое внимание к этому привлечено. И да, конечно, какая-то тенденция прям вырисовывается. Такого единовременного давления, скажем так, со стороны правоохранительных органов на бизнес, я не припомню. Конечно, мы не вправе вмешиваться в дела следствия, вот, но компания «Форестер», другие компании, которые вы перечисляли ранее, они уже давно работают на рынке Кыргызстана. Ранее они не были замешаны в каких-то неблаговидных делах, там, неуплата налогов и так далее. И трудно представить, что такие именитые компании, которые уже более 20 лет работают на рынке, вот, пошли бы на такие грубые, я бы сказал, нарушения законодательства. Особенно в части неуплаты налогов. Вот как-то мне лично особо не верится в это. Даже отдельные ваши коллеги, журналисты склоняются к версии, что это даже попахивает рейдерством. Ну, здесь мы, во всяком случае, что касается в отношении «Форестера», мы можем смело утверждать, что пока что нет никаких решений о том, что компания виновна. У нас в Кыргызстане, слава богу, и по конституции, по всем другим законам, все еще, я надеюсь, действует презумпция невиновности. Поэтому пока я не видел ни решения суда, ничего, сейчас идет следствие, поэтому сказать, что кто-то виновен, кто-то нет, я думаю, мы можем пока смело утверждать, что никаких пока доказательств того, что компания «Форестер» именно вот не уплачивала налоги или участвовала в какой-то коррупционной деятельности, пока что нет. Мы должны подождать решения суда как минимум. Хотя, конечно, и к судебной нашей системе в последнее время очень много вопросов. Пока что я всегда в части бизнеса, я считаю, что мы должны поддерживаться презумпцию невиновности. То есть, возможно, какие-то есть разногласия. Вообще у нас налоговая система, она несовершенна, как и в любой другой стране. Очень часто возникают налоговые споры. Есть механизмы разрешения этих налоговых споров. Налоговая служба этим занимается, она должна предъявлять претензии, компания должна приводить аргументы, они должны разбираться на уровне налоговой. Если не смогли разобраться, то дальше на уровне, может быть, других госорганов. И потом уже в конечном итоге судебное решение. То есть, суд выносит решение. Но в любом случае это не всегда должно быть обязательно уголовное дело. То есть, налоговые споры – это абсолютно нормально. Если у государства, у налоговой службы есть какие-то претензии, в части, что кто-то не уплачивает налоги, то в любом случае это не должно сразу переходить в плотность какого-то уголовного преступления. Да, я вот как раз хотел у вас спросить, неужели со стороны правоохранительных органов не было других рычагов? Можно же было избежать ареста, опечатывания компании. То есть, тем самым они остановили работу крупной компании, что тоже ведет не только к сбою, но и к потерям финансовым. Можно ли было избежать вот таких строгих мер по отношению к компании? Как вы думаете? Я вообще думаю, что... Вообще удивительно для меня, что у нас наш государственный комитет по национальной безопасности занимается вопросами налоговых нарушений, вопросами неуплаты налогов или вопросами контрабанды. На мой взгляд, это вообще прерогатива других органов. У нас ГКМБ, посмотреть, в последнее время такое ощущение, что можно все другие силы и органы упразднить. Они занимаются вообще всем подряд. Есть же такое понятие, как подследственный. Есть ли какие-то экономические нарушения? Ну, раньше Финпол занимался, но функции Финпола передали в МВД, насколько я знаю. Почему именно этот вопрос с налоговыми какими-то вопросами ведет ГКМБ, мне непонятно. Ну, там вот то, что я прочитал в прессе, там сказали, что арестовано около 10 налоговиков, что там была выявлена какая-то устойчивая схема. И вот в рамках этого дела задержан генеральный директор компании «Форестер». Ну, здесь мы уже много раз поднимали этот вопрос. И на площадке нашего совета. В Кыргызстане это практически, наверное, на сегодня, наверное, самая большая проблема для бизнеса. Даже не вот эти вот наши проблемы с инфраструктурой, с администрированием, а именно с правоохранительными органами. То есть инвестор, он готов многое вытерпеть. Бизнесмены, они, в принципе, готовы достаточно на многое закрывать глаза. Они понимают, что Кыргызстан – это развивающаяся страна. Здесь не может быть все идеально отработано. Но вот именно вопросы, что их могут арестовать за что-то, и при этом сразу посадить в СИЗО на время следствия до решения суда – это, конечно, такой фактор, который сразу перечеркивает наглухо вообще все другие аспекты инвестиционного климата. Вот здесь вот тоже, ну, предположим даже, что есть на самом деле вот такое подозрение у правоохранительных органов в отношении компании. Ну, введите следствие. То есть у нас же есть другие меры пресечения. Почему сразу арестовывают генерального директора? То есть почему сразу сражается в СИЗО? Он же находится здесь. Есть очень много других механизмов. Домашний арест, залог, подписка о невыезде. Введите следствие, доказывайте, потом идите в суд. И потом, если уже суд решит, что там на самом деле было какие-то нарушения, которые предусматривают уголовное преследование, даже заключение по стражу, тогда уже по решению суда уже сражаете. Но у нас же сразу вот хватает, причем вот не преступников, не которые там представляют какую-то угрозу большую для общества, не убийц, не насильников, а предпринимателей. Или даже не предпринимателей самих, а их сотрудников. Это очень, конечно, плохая тенденция. И вот сколько бизнес не жаловался, видите, это все повторяется и повторяется. К сожалению, вот это очень сильное давление и очень сильный ущерб наносит нашему инвестиционному климату в Крымске. Который и без того, мягко говоря, оставляет желать лучше. Ну, однозначно, что вот такие явления отпугивают инвесторов, но мы можем и потерять тех, которые сегодня работают на рынке Кыргызстана и являются крупными налогоплательщиками, пополняют казну в республике. Это ведь тоже серьезная угроза. Естественно, я же уже сказал до этого, что это самый основной фактор сейчас становится. Более, страна у нас небольшая. Таких дел не очень много, они сразу огромный резонанс приобретают. Сейчас все бизнес-сообщество обсуждает, смотрит. Компании, которые здесь уже работают, даже они напрягаются. Компании, которые только собираются, может сюда прийти, естественно, для них это прям очень сильный сигнал, что в любой момент, если у государства есть какие-то подозрения, то компания не соблюдает налоговое законодательство, то сразу следует арест. То есть это очень плохой прецедент, на мой взгляд. К сожалению, повторяется раз за раз. И у других компаний тоже арестовывались, что акционеры, что сотрудники. То есть это, конечно, никак не способствует вообще развитию нашей экономики. Это очень большая проблема. Азамат, вы знаете, когда сразу же сажают в СИЗО ГКНБ бизнесмена, который ранее не был замешан в каких-то коррупционных схемах крупных, это тоже наводит на определенные размышления, что возможность человека как бы хотят, мягко говоря, договориться с ним. Потому что те, кто попадает туда, они в любом случае ищут какие-то выходы, в том числе и возможность договориться с властью. Ну, вы понимаете, о чем речь. Это еще падает тень на правоохранительные органы. Ну, что скрывать? До этого не раз были такие случаи, когда бизнесмены и другие граждане, они вынуждены были договариваться. Если называть вещи своими динами, просто платить кому надо за свободу. Ну да, это самый основной, самый действенный, конечно, рычаг давления. То есть, естественно, попав в СИЗО в наших условиях никто не будет. Выстраивать как-то линию защиты там, ожидать конца следствия, ожидать какие-то аргументы приводить. То есть, естественно, что в СИЗО у человека сразу первая мысль, максимально отсюда быстро выйти. Естественно, что он будет для этого делать все, что можно. И неформальный, формально. То есть, надо признать свою вину. Ну, это просто вот сразу нарушает какую-то любую соседать у человека. То есть, с одной стороны, например, государство, с другой – предприниматель. Они вот, у них есть какие-то разногласия, который должен, по идее, решить суд. Ну, вот государство, конечно, сажая предпринимателя в СИЗО, сразу вот этот баланс весь уничтожает. Слово и просто уже на все готов пойти, только бы как можно быстрее выйти. То есть, это тоже вот. Поэтому вот это и плохо же. Вот этот межпресечение у нас вообще возможно в Кыргызстане. Особенно, я думаю, это болезненно, конечно, для иностранных инвесторов. И они же могут попасть. У нас были уже прецеденты. Вот была у нас компания такая, Джунда. Там сажали директора. То есть, видите, у нас вообще никто, получается, не находится в безопасности. Всего могут вот по любому нарушению. И причем, я же говорю, что налоговые вещи – это такая область, которая вот там очень тяжело прийти. То есть, очень много истатий в налоговом кодексе. Можно толковать двояко. То есть, это вот бухгалтера с налоговыми инспекторами, со следователями. Нужно сидеть вот и очень долго, кропотливо там выяснять, кто прав, кто виноват. И это все желательно ввести в каком-то гражданском порядке. Не надо сразу это делать, уголовное дело. Если компания не уплатит налоги, или предприниматель не уплачивает налоги, который газар считает, он должен уплатить. Возможно, он просто это делает по незнанию или пытается оптимизировать как-то свои расходы. То есть, видите, у нас это сразу почему-то в отдельных случаях становится тяжким уголовным преступлением, за которое человека можно сразу посадить. Ну, в конце концов, никто не застрахован от ошибок, правильно, Азамат? Конечно. Никто не застрахован. Может быть, вот этот Форестер, если бы ему налоговое предъявило бы вот эти претензии, возможно, они просто оплатили бы, признали бы, что вот. Все, то есть, почему вот именно сразу идет арест? Тоже вот непонятно. Ну, получается так, что мы каждый раз вот уже боремся с последствиями, но никак не можем изменить сами подходы в плане законодательства, в плане реформирования и судов, и правоохранительных органов. А каждый раз вот пожинаем плоды прежних, так сказать, системных ошибок. Вот в этой ситуации как можно повлиять на все это? Ну, здесь у нас, к сожалению, вот так получилось, что все-таки приоритет всегда почему-то отдается позиции правоохранительных органов. То есть, нету баланса, ни парламент, ни кабинет министра. В таких вот случаях он не может как-то повлиять даже вот на то, чтобы просто до суда человека не сажали в СИЗО. То есть, здесь формально вот у нас считается судебная система независимая. На самом деле, вот, конечно, когда к ним приходят, особенно с ККМБ, и там просят дать меру пресечения содержания под стражей, я не видел еще такого, чтобы судья выступил против. То есть, получается, вот здесь только на уровне, на мой взгляд, президента этот вопрос можно решить сейчас. По-другому как-то вот это остановить я не вижу. Ни у кого достаточно механизмов или рычагов. И общество, к сожалению, тоже. Мы можем возмущаться, и бизнес, в принципе, возмущается. Но бизнес, он будет голосовать, конечно, больше ногами. То есть, чем больше таких случаев, тем больше инвесторов будут принимать решения о том, чтобы либо не заходить в наш рынок, либо не реинвестировать, не расширяться, либо может вообще уйти даже к действующему бизнесу. Но эта проблема, она старая. Но вот я вижу, что она системно у нас не решается. И вот я же как сказал вначале, что именно такого давления на наш крупный бизнес, который более-менее в Кангастане известен, имеет определенную репутацию, раньше не было. Это какие-то были все-таки единичные случаи. Сейчас прям несколько компаний системно попадают под такие вот удары. И вообще это начинает становиться похоже даже на политику государства по отношению к бизнесу крупным. То есть, максимально там его. То есть, это в краткосрочном периоде, возможно, какие-то совсем небольшие там доходы принесет в бюджет. В долгосрочном, конечно, это будет огромный проигрыш для Кыргызстана. То есть, мы потеряем намного больше. То есть, вы считаете, только политическая воля главы государства, его вмешательство может как-то повлиять на эту ситуацию? Да, правоохранительные органы сами себя не будут контролировать. Судебная система у нас подлинно независимая сейчас не является. Повлиять точно их никто не может. А они, конечно, естественно, не заинтересованы. То есть, со всех точек зрения показать результат какой-то работы. Вот для них результат это кого-то посадить. Какие-то деньги в бюджет дополнительно изъять. То есть, вот так оценивают их работу. Ну и недобросовестным сотрудникам, конечно, это тоже дает рычаги уже для личного обогащения. То есть, здесь можно вот сколько угодно жаловаться, но у них вот такой интерес. Объективно надо признать, над ними, на них нету права, кроме вот президента сейчас. В нынешней конфигурации я не вижу, что кто может немножко вот как-то оградить бизнес от такого давления. Ну и, возможно, до самого президента преподносят информацию так, что вот, смотрите, как мы реально боремся с коррупцией, с недобросовестными налогоплательщиками и так далее. Вполне возможно, и так происходит. Как вы думаете? Ну, естественно, что там это все преподносится, что делается для интересов государства. Не, ну, пожалуйста, никто же не против. В принципе, бизнес тоже не против. Боитесь? Ну, почему надо сажать до суда человека в СИЗО? Пожалуйста, никто же не запрещает бороться. Заводите уголовное дело. Расследуйте, ищите доказательства. Люди же не убегают. Предприниматели тоже не убегают. Почему вот надо сразу, с самого начала, вот ставить так, что человек виновен, компания виновна, с таким уже обвинительным уклоном, причем вот на самом там высоком уровне, в пресс попадает. То, кроме суда, в Кыргызстане, слава богу, вот, никто не может признать человека виновным. В каком-то преступлении. Все, у любого есть презумпция невиновности. Бизнес-минженер. Вы знаете, да, вы знаете, судя по тому, как это тиражируется и пиарится в СМИ, эта информация, вы знаете, создается впечатление, что правоохранительные органы хотят таким образом рапортовать и перед главой государства, и перед общественностью, что вот идет активная борьба с коррупцией. Ну, да, здесь тот же вот, все-таки, к сожалению, у нас население не все обладает достаточно грамотностью, финансовой грамотностью, образованием, каким-то критическим мышлением. Конечно, для них вот то, что кого-то там силовики, какой-то крупный бизнес сажают, что они там изымают какие-то средства у них, бюджет, штрафы там конфискуют даже от компании. Конечно, это очень среди таких широких кругов населения находит положительный отклик. Ну, здесь вот в этом же есть функция государства, что надо же думать об интересах государства, на не о том, чтобы максимально понравиться, да. То есть это популистическая политика, на мой взгляд. То есть, может быть, вот говорю же, она принесет какую-то популярность в очень краткосрочном периоде, какие-то небольшие доходы, но если вот посмотреть в целом, то страна станет виднее. И как минимум мы не будем развиваться, как могли бы развиваться. У нас вот в Кыргызстане, к сожалению, все-таки, я думаю, последствия вот этого сейчас вот этой компании масштабной по давлению на крупный наш бизнес мы все-таки ощутим уже, скорее всего, это неизбежно. То есть это все-таки крупные инвесторы, которые смотрят, да. То есть многие смотрят, думают, ну раз такую компанию мог бы так легко государство арестовать, штрафовать, то что уж мне доделать. То есть изначально вот это такой сигнал дает в целом, не очень хороший. То есть люди лишний раз не будут вкладываться просто в Кыргызстан. Даже уже, может быть, и мелкие, и средние предприниматели лишний раз подумают, стоит ли мне здесь работать, стоит ли здесь вкладываться. Азамат, вы знаете, и почему-то всегда правоохранительные органы берутся за крупные компании, которые уже состоялись на рынке, которые приносят прибыль. Вы до этого сказали и про Джунду. Отчасти история, похоже, была из компании Ахнет. Что касается медиа, то вот вечерний бишкек. Что не революция, так почему-то власти пытаются лишить прежних хозяев этого издания. И так вот после каждой революции происходит, понимаете. И это, к сожалению, очень огорчает и не дает нам развиваться всем. Ну, я согласен. Мы это уже обсудили. Я думаю, что в Кыргызстане несколько компаний, которые все-таки вот у нас работают уже десятки лет. Работали при разных президентах, при разных властях. Создают там тысячи, десятки тысяч рабочих мест. Я не говорю, что они там все кристально чистые. Но как минимум у них есть желание здесь работать. То есть это уже хорошо. Если компания здесь работает в такое время большое, раз она сюда сколько инвестирует, то какие-то, значит, она связывает сюда планы свои с Кыргызстаном. И факт, что вот эти компании все загнобив, мы потом получим такие же крупные инвестиции, намного более чистые. То есть здесь в Кыргызстане в принципе не так-то и много желающих сюда работать. здесь работать, не инвестировать. У нас рынок небольшой, у нас население достаточно бедное. То есть много есть разных здесь негативных факторов. Поэтому даже вот за каждого такого инвестора вообще-то желательно удержаться. То есть если он уйдет, вообще далеко не факт, что кто-то придет на его место. Мы должны как-то бережнее относиться к нашим бизнесменам. Но они, естественно, молчат. Бизнес, он беззащитен полностью перед государством. Как-то возмущаться. Если вы гражданское общество, если журналисты, если разве они как-то еще могут выходить на какие-то протесты, на акции, то бизнес-то вообще беззащитен. То есть на любого можно надавить. Как ты не работай, насколько образовываешься ты не работай, всегда на тебя можно найти какой-то рычаг давления. Поэтому бизнес будет молчать. Я же говорю, бизнес будет голосовать ногами. Он просто будет уходить потихоньку, сворачивать. Азамат, вы знаете, я с вами абсолютно согласен, что наше общество вот еще не до конца понимает всех последствий происходящего, особенно в бизнесе. Когда дело касается политиков, журналистов, там как-то общественность, правозащитники, они выходят там на митинги, высказывают свое мнение. А вот когда дело касается бизнеса, почему-то вот считают, ну, наверное, они уже зажрались, нарушают законы, вот так им и надо. Вот такое вот отношение. И мне кажется, и наша задача журналистов, и бизнес-сообщества все-таки доводить такую информацию для широких слоев населения. Насколько это опасно? Ну, здесь все равно все мы в одной лодке. Мы все живем в Кыргызстане, мы заинтересованы в развитии страны. Предприниматели, ну, есть, конечно, здесь тоже прям не надо скрывать этого. Они, естественно, в первую очередь думают о своей прибыли. Ну, это нормально. Любой бизнес неприбыльный, он просто не может существовать. Естественно, что у них в первую очередь, конечно, свой личный интерес. Но работая здесь, в Кыргызстане, они дают возможность всем остальным здесь жить и работать. Если не будет предпринимателей, то не будет налогов, не будет рабочих мест. То есть защищая свои личные интересы, стремясь получить какую-то прибыль, бизнес нам все равно приносит пользу в стране всей. Поэтому вот говорить, что вот там они зажрались или еще что-то. Но это на самом деле, это просто непонимание. Ну, я же говорю, что, видите, люди это поймут потом, когда почувствуют уже на своем кармане. Все-таки сейчас вот в Кыргызстане еще пока есть экономический рост, пока вроде относительная ситуация с безработицей не такая серьезная. Ну, знаете, один день, один год хороший, другой, может быть, не такой хороший. всегда приходит кризис. И вот именно сейчас вот даже вот в такие благополучные годы это же не значит, что мы должны быть в бизнес максимально вот так вот вдавить, обезжиривать, выжимать из них все соки. Потому что это все равно будет иметь свои последствия. Ну, вообще, в Кыргызстане, на мой взгляд, все-таки вот к сожалению, еще вот этого понимания нет общего. да, декларируется на очень многих уровнях, что у нас интересы бизнеса, интересы вот улучшения инвестиционного климата, бизнес-среды на первом месте стоят. Но, по-моему, пока все-таки это в основном декларации. Предприниматель себя не чувствует защищен. Потребность вот именно вот в защите у них все равно основная. Даже вот элементарно засунули они неуверенно собственность. Это же все базовое. И человек, если не уверен, то у него не заберут бизнес. не заберут его собственное, он никогда не будет как-то вот вкладываться, расширяться, он всегда будет в очень таком подвешенном состоянии. Да, еще у нас, знаете, со стороны налоговиков, правоохранительных органов, вот такой избирательный подход. В рамках кустеризации мы сколько примеров знаем, когда человека задерживают, тут же договариваются, он якобы возместил ущерб, и дело с концом. Вот эта избирательная система, она тоже не вызывает доверия у граждан и бизнесменов, тем более. Я тоже согласен, здесь уже, я думаю, хорошо обсудили, вопрос. Последние эти вот события на этой неделе до этого Союз компании с Форестером, это очень такое, заволновало, я так могу точно сказать, что это очень сильно заволновало бизнес-отчество в Кыргызстане, который так всегда немножко тревожен в состоянии. Посмотрим теперь, какая будет реакция, вообще, как это все будет дальше развиваться, будет видно. Подождем, конечно, чем закончится вся эта история. Хочется надеяться, что все-таки разум возобладает, трезвый разум, и государство, и чиновники задумаются, что нельзя рубить сук, на котором сидишь. Вам спасибо большое за участие в нашей передаче, за то, что нашли время, поделились своим экспертным мнением. С нашими телезрителями мы прощаемся до следующих эфиров. Всего вам хорошего и до свидания. до свидания. До свидания.